Это дорожная карта нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Красным цветом выделили те участки, которые в этом году отремонтируют. Всего здесь 27 объектов. Уже до конца лета в Улан-Удэ заменят асфальт, установят тротуары, а где-то даже ливневые канализации. У нас на сегодняшний день из 27 объектов работы ведутся по 21 объекту уже. До конца мая мы должны приступить по остальным оставшимся 6 объектам. Работы везде ведутся параллельно. Ремонтные работы никак не мешают проезду. Практически на всех объектах, кроме улиц Дарханская, Медицинская и Революции 905 года, движение открыто. На участках работают вот такие регулировщики и координируют движение машин. По данному объекту улица Дальневосточная, это второй по протяженности объект. Общая протяженность 2,8 км. Здесь у нас предусмотрен ремонт полностью. Мы видим, сейчас проводятся земляные работы по расширению проезжей части. У нас протяженность участка по улице Медицинская составляет 1 км. По улице Красной Звезды 351 км. Здесь крышные работы, киркование асфальтного бетонного полотна с заменой бортового камня. Ну и второй, два слоя асфальта последующие. Есть какие-то жалобы от автомобилистов, либо от жителей, что здесь движение перекрыто? Ну, конкретных жалоб нет. Ну, люди иногда, естественно, просят выровнять дорогу, чтобы они могли заезжать, выезжать в двора. Ну, мы, соответственно, этим занимаемся. После работы экскаватора трактор всегда выравнивают, чтобы жителям было удобно подъезжать и выезжать к своему дому, идти на работу и так далее. Так как здесь проезд пришлось перекрыть, автомобилистам приходится объезжать по улице Пирогова. Мы с вами помним, что раньше здесь был только песок. Для того, чтобы не создавать много пыли, дорожники собирают фрезерат с разных участков и засыпают им вот эти объездные дороги. Здесь у нас идет ремонт улицы Хахалова. На сегодняшний день установлены бортовые камни и сейчас идет фрезерование покрытия. Хотел обратить внимание, что на всех объектах, где есть зеленые насаждения, где есть газоны, в случае, если подрядчик нарушил, испортил газоны, поломали зеленые насаждения, подрядчики все это будут восстанавливать. Просто работы мы не примем в случае, если будут такие факты обнаружены. В этом году на ремонт дорог потратят 700 миллионов рублей. Для Улан-Удэ это рекордная цифра. Напомню, все работы закончат уже к 1 октября. Мария Амбасканян, Данила Жаркой, телекомпания АТВ.